В 1905 году после оглашения высочайшего манифеста о даровании гражданских свобод по всей России прокатилась волна еврейских погромов. В Одессе при молчаливом поощрении полиции были убиты более трехсот человек. Около тысячи одесситов лишились своего имущества. Поблики, горячие поблики! Ты что сделал? Побег сапоги-то изгадил! Шалон! Ваше благородие, да бросьте в этого дурака! Идите до сюда, зараз все исправим! Давайте! Очись быстро! Один момент. Такие сапоги перемазали. Мама родная. У меня вакс-то. Германская фирма Лавалет. Не вакс, а масло просто! Хоть на хлеб марш! Чисть, чисть! Ой! Ваше благородие! Что с тобой? Живот! Живот прихватил! Не могу! Ты куда? Иди сюда! Ну, жди, ваше благородие! А помнишь погром на дальнице? Дракон к черту! Или это я не знаю, какая бывает жизнь? Нас родила мама. Так же, как и вас. И эта женщина, наша мама, хотела, чтоб мы жили, а не мучились. Она хотела, чтоб мы жили хорошо. И она была права. Как может быть права только наша мама. А вы говорите, я не знаю, какая бывает жизнь. Мама, можно прогуляться. Да, моя голубка. С милым парнем повстречаться. Да, моя голубка. Мама, как и я. Он целует, говорит, что любит шутка. Мама, что ему скажу я. Да, моя голубка. Мама, как и я. 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 Чепис. Ты гадюха такая. Я объясню. Ты гадюха такая. Кроварь! Шикарный вид. Так, что ты сидишь, дурник? Ну-ка порежь вот руки. Не надо. Только не лицо. Только не лицо. Лох, жарьте, шо вы его теребонькаете? Шо? Миша. Это ты к кому? Тебе, чудар. Какому? Порежь его. Ты уля, да вы, який жидок. А ну, иди сюды, пысть его собачий. Миша. Спокойно, товарищ. Или меня не пугали ножиком. Луган. Иди на выход. Ты тоже. Ты шо, братуха? Пошел-пошел. Давай. Ножик брось. Давай по сотке. Ну, что? Станция Кацапетовка выходит. Да ты шо, братушка, куда выходим? Туда. Миша, они же расшибутся. Ваня, не портите мне воспитание. Ну… Прыгай какого. Прыгай. Ну, а ты шо стоишь. Прыгай. Ничего, сволота. Тренемся еще. Заходите, будем рады. А ничего. Не расшиблись. Что вы, Ваня, то такие моторные хлопцы вперед на Асфальдессе будут. Послушайте, ну, Херсонию меня принимали на ура. Ну, честное слово, на ура. Знаете, я исполняю куплеты. Целовал без всякой злости эти кожи, эти кости. Ну, про любовь к этой женщине. Конечно. Лейзер в избранном. Не, я не слыхал. Ну, я выступаю под псевдонимом Леонид Утесов. Звучит, да? Леонид Утесов. Да не, господин артист, мы возвращаемся с закрытого пансиона для особо одаренных мальчиков. Так что за вашу музыку мы не слыхали. Скажите, товарищ, а какие сейчас настроения в массах в Одессе? Ну, шо вы, ну, какие там настроения в массах? Ну, полный бардак. Ну, честное слово, я, знаете, так скажу. Власть у Центральной Рады, большевики, значит, с россиями борзели. Сами по себе. Сами по себе. А, если каждому давать, поломается кровать. Изя, а ты у Лёвки попросишь? Или ему тетка курить не разрешает? Эй, да пошел ты, Пэнч. Ахахахаха! Циля, Циля, смотри, какой щеночек! Дай мне подержать! Пап, пап, давай куриц! Какая сорочка. Лёва! Лёва! Где вы тут живете? Лёва! Вы идиот! Майский! Со мной нельзя так обходиться! Лёва! Я открыла вам сердце! Кушу и кошелек! А он взял мои двадцать пять рублей и теперь завел моду прятаться от меня! Лёва! Лёва! Ну, ничего ж! Я вам еще устрою! Вырванные годы! Шо? Какие такие вырванные годы? Шо? Да шо это такое, где ваши вырванные годы? Так пусть подавятся! Соломон Яковлев… Мальчик вырос! Мальчику хочется на травку! Мишка! Мишка! Шикарный пупс! Ой, шо созвращение… Болбасите, кто приехал? Тёре Аля! Боже! За школу! Ты видишь, кто приехал? За школу! Тетя Добра! Дядь! Это ты! Это я! Ты видишь, кто приехал? Мишка приехал! Тетя Добра! Мэри! Берси! А Мишка? А ну, сына, иди сюда! Это как будто больше столба! Мошене! Я! Мошене! Это кто такой? Это шо, Берчик? Тихо! 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 Здорово! Показывайся! А! Ну, как у вас тут дела? Ну, шо, Бальчик работает у старого Равиковича, щитоводом. Майорчик в порту грузит. В одной артели с дядей Саней. Чу, горячий? Ну, а ты шо, байбачишь? Помаленьку. И шо? Я буду писателем. Как Лев Толстой, только Лев Майский. Все ты говоришь? Да, я уже в этот, в журнал пишу. В два. У меня есть Одесский листок и моряк. Ну, еще платят. Ну, платят, конечно. Не хватает. Тетка ж померла два года назад. Вот я один и остался, кручешь. Ну, шо? Да так. По мелочи. А ты шо? А? А? Это ты, Multibecause. Это ты! Это ты, Поб cavalками и я. Ой! Да я startups. Давай-давай-давай. Я тожеerman очень хорошо. А я так думаю, майорчик, что нет у меня другого варианта, кроме как в банду собираться Одесса за меня узнает Да и денег у меня будет столько, сколько захочет Сколько захочет? Даже больше, Яша! Работать будем только по буржуи И никакой мокрухи Это закон И будет шикарный вид Фиша, ну вот кто тебе наобещал, что у тебя такой фарт выпадет? Яша, это я себе наобещал Каштан У! Стой, 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 стой Так положь Мам, а то не я, а то Берчик хочет Берчик? Бер! Берл, ты шо ёлт? Где евреи и дед Сала? Тобоже маленький, шматочек хлопчику, а? Шурик, наливай Это посреди этого хлопчика, он же тот хлопчик Я полутора веса тратил на этого хлопчика Мама Шо мама, шо мама А, это меня выгнали из хедера? Или это меня? Исаак Кунинсон устроил в матрасную мастерскую, чтоб он был здоров Мама Фира, сядь уже, щас будем кушать Имейте в виду, шо у меня в доме растет другой бандит Фира, не ломайтесь, как мацан на Пасху, села и кушаем Фира, кушай Дубов, нам с тобой в старости нет кому будет притулиться, Дубов Нас с тобой ждет горький хлеб Чего это, Мишка, не бандит? Он политический А вот это мы с тобой посмотрим Посмотрим, посмотрим Когда, слышишь, он не будет балбеса, так я, может быть, и передохну А когда его тянет в бандита, так он лучше бы и не возвратался Лихай Лихай Ну, шо, как? Годится Не годится Шо, хороший костюм Ага, только слегка затруханный Яш, ну, я надо, что-то, я не знаю, получше там, чтоб фасон держать Вот это, например Миш, как тебе? Да ну Во! Шикарный вид Миш, это же фраг И шо? И шо, шо, в нем не ходят А шо с ним делают? Миш, его одевают там, ну, в театр, там, или на похороны А я не выдумывал Яша, а где Миша? Ему что, ничего не пришлось? Папа, да вот же ж Что ты выдумываешь, Яша? Это ж передо мной стоит настоящий лорд Чимберлен А Миша, вы извините за откровенность, больше смахивал на босика Папа, то Мойша Вот, что может сделать человеком приличный, недорогой костюм Из него, конечно, пошил хороший мастер Торговля делает с нас артистов Из меня бы вышел неплохой комик Скажите, нет? Или Такому интересному молодому человеку нельзя ходить в чем попал Что? А в футболе? Девушка пела в церковном хоре О всех усталых в чужом краю О всех кораблях ушедших в море О всех забывших радость свою Так пел ее голос, летящий в купол И луч сиял на белом плече И каждый из мрака смотрел и слушал Как белое платье пело в луче И всем казалось, что радость будет Что в тихой заводе все корабли Что на чужбине усталые люди Светлую жизнь себе обрели И голос был сладок И луч был тонок И только высоко У царских врат Причастный тайнам Плакал Ребенок О том, что никто Не придет Назад Браво, господа Давай, давай Господа поэты, я извинялась Зоя, это тебе Спасибо Можно тебя поцеловать? Можно я поцелую Зою? Вам понравилось, Миша? Да, еще бы куплет, я бы заплакал Что ты свои не почитала, Зоя? Настроения нет, Лев Потом, кому нужны мои стихи, когда есть стихи Блока? Что здесь такого? Блок это вообще уже никому не интересно, знаешь? Вот и я говорю, Блок живой труп Паковский футурист Лев Майский, репортер Очень приятно, не желаете с нами водочки Не, извините, я с другом Миша Ну, а мы… Я на, я… Оп Слушай, это Аверманы? Да Да Какая она стала Кто? Ну, та, которая постарше Циля А как ты думаешь, Лева, если подойти? Да ну, Миша, вы же не знакомы Ну и шо познакомимся? Слушай, ну это неприлично, а? О, много ты понимаешь Миша Циля Мое почтение Голубчик, да распорядитесь насчет Дельтерской Ну, поживей, голубчик, поживей Что вы как не живы Зараз обопьете Извините Что это было? Кушайте, пап Все хорошо Миша Миша Шо ты таки на? На, говорю Отстаньте, а! Себе забери Они меня в этом лапсердаке за человека предмидают Ну шо, Миша, ну спутали, ну шо, я ж тебе говорил, шо не надо Ты в лапсердаке действительно похож на офицера Нет Миша, я про… Да не бери ты в голову Миша Главное, было без чего На мой вкус там вообще фигура не очень Лева, я плевать на твой вкус Да я к тому шо, она худая Ну все, все, ладно Да ты не понимаешь Я же только из нее и вернулся Мне без нее одесса, она ни к чему Да не вырезай здесь ничего, поверь ты моему опыту Будем посмотреть Да это дешевле умереть, Миша, они с тобой даже говорить не будут А с королем они будут говорить? С королем, может и будут Ну ладно Так я буду король Пошли уже, король, то ребята ждать будем Ну и шо вы скажете за это дело? Миша Я с тобой Я Ты шо молчишь Миша Миша Совсем другой разговор будет Оружие достать сможешь? Я могу Ты Крутится Крутится Вертится Хочет упасть Вон тот шоу в фариках пиндос Второй Марик наш процентик с молдаванки В общем все свои Патроны есть? Он сейчас такой стал… Зоя, скажи… Да, он такой… Какой? Сильный такой, яркий такой Ну да, яркий А чем он собирается заняться? Не говорил? Да так еще не решил А я слыхал, шо решил Да? И шо? Шорох пошел, он банду собирает Да ну, Ося, какая банда? Где Миша, и где банда? Ну так шо? Правда? Ось, вот ты в своей уголовке уже на всех думаешь Ничего подобного Лева, только я тебя прошу, не вяжись с ним Он сам по себе, а тебе я… Ося, вот шо ты пристал? А, Зоя, скажи ему, пожалуйста Ну, Ося Да Ноги вырву, спички вставлю, понял? Зоя, сколько я тебе раз говорил? Ося, ну, женщины сейчас курят Вот пусть те женщины и курят Ось, ну ты прям как бабушка Рая Прости Так вот Так вот Так вот Поехали, 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 поехали Поехали, поехали Поехали, поехали Делайте страх, господа Господин Пород, почему вы все время играете по маленькому? А с какой радости мне играть по-круппу? Ой, только не надо приведняться У вас с какой радости Когда вам людям вещи выжрать, они идут к вам в ломбард и несут, что попало Я вас умоляю, господа То, что мне сейчас несут Стыдно показать серьезного человека Я уже забыл, как выглядит золотой портсигар с монограммой Вам легко говорить Когда такое урожай пшеницы, и у вас зерна на миллион И шо с того? Когда в рентине настолько хороший урожай, насколько у нас плохой, извините, я в прогаре Господа, господа, что вы делаете? Эй, эй Господа и дам, я имею приветствовать всех от имени лица революционного черноморского флора Мне кто-нибудь скажет, это налет? Прошу немного помолчать Иначе мне придется сделать что-то такое, за что потом всем будет неудобно Это не налет Может быть, это похоже на налет, но это совсем другое дело Так что я предлагаю добровольно пожертвовать на нужды трудящихся и революции Сейчас товарищи пройдутся и соберут то, чем багаж Господа, что ж вы молчите? Печаточку снимаете Она не снимает Пиндос, тут у человека печаточка не снимают, помоги ему Не надо, не надо, помогать я сам Яша, недавно вы стали матросами Ваш папа знает, чем вы тут занимаетесь? Зачем ему знать за такие глупости? Отдавайте ваш бумажник Ради бога, не говорите папе, а то уж уж он переживать будет Молодой человек, прошу не волноваться, у меня до вас очень серьезный разговор Я с удовольствием, но в другой раз Нам с товарищами надо скоро ехать Это очень серьезный разговор в пятницу, если конечно вы свободны Со стороны городского сада Преображенское Вот очень серьезный разговор, прошу вас Что, Миша? Благодарю за внимание, господа и дам Сохраняйте революционную сознательность и не рыпайтесь минут десять Отъем Здравствуйте, тетя Рома Здрасьте Здрасьте Вставай Вставай Ося Это уже утро Ты работал в казино Что? Вот только не надо мне беременеть голову Пальчика узнали А тебе говорят Дело дали мне, так что одевайся Шутишь? Одевайся Ну а если нет, шо? Ты драконов своих покличешь? Я соскарь японец Это ты понимаешь? Не дурак Тебе нужно пропасть на время Есть дети, идется-то Найдется Знаешь, чего я не хочу? Что? Чтоб когда-нибудь мне пришлось в тебя стрелять Сильно не хочу Ты в чем же дело? А в том, что если придется стрелять, я буду стрелять Чтоб ты знал Буду знать И что приходить? Ребенок не спал всю ночь, что приходить Мойш Мойш А за казино таки правду говорят? За какое казино? Только не делай мини-волны Все знают, что ты имел казино Что ты такое говоришь-то, а? Кто такие глупости болтает? А ты мне платье купишь Какое платье? Я видела в магазине Шнэвиса одно платье Там такое платье, ну это невозможно Послушай, посмотри Сиреневое все Все? Тут цветочки А тут кружево, ну что с Парижа? Ну купишь? Отстань уже Мойш Мэри, иди до мамы Я всюду мою Я сказал, иди до мамы, а то кнута получишь Мама, вы слышите, что он говорит? Я тебе так скажу Если ты решил стать басотой То мне басоты не надо Тогда лучше съезжай с квартиры, вот так вот, зараз съезжай Нам такого не требуется Папаша, я не понимаю, о чем вы говорите Мне не понятно, с чего вообще такие разговоры Когда ты хочешь опять завалиться на нары, твое дело Но в моем доме я бандюга не потерплю Так что или гей век и зайн гизинт Если вам надо, чтоб я съехал, так я съеду Только после вам самому будет стыдно Вы будете гордиться, что у вас такой сын Яша, не надо Моя хорошая Когда я был еще совсем крохот Я сказал своей бедной любимой маме Мамка, я хочу стать матросом Вы думаете, она засмеяла? Нет Она как следует побила меня И долго-долго плакала А потом сказала мне Йончик Сынуля Запомни, Невроченко, на долгие годы Флор И это не для еврея Так и она ошиблась Она ошиблась, моя бедная любимая мама Потому что, когда за дело берется человек с душой Как море И с головой, как у целого адмирала То из флота Можно корешу поиметь Я Вы читаете мои мысли Поэтому я хочу поднять этот бокал За человека Который показал, что флот и евреи Это не есть две большие разницы За вас, Миша За Гизун Вашей стороне, Миша Где эта улица, где этот дом Где эта барышня, что я влюблен Вот эта улица, вот этот дом Вот эта барышня, что я влюблен Вот эта улица, вот этот дом Вот эта барышня, что я влюблен Влюблен Субтитры создавал DimaTorzok Я не сомневался, что вы придете, Миша Я вас умоляю, не надо нервничать То есть, откуда вы меня знаете? Такая работа, знать за все Меня зовут Барский, Лев Барский, к вашим услугам Я прошу прощения, что принимаю вас в такой задрипанной обстановке Из всей мебели тут нашлось только этих два стула Так я предлагаю присесть А вы слышали за Барского? Я слышал за Барского Ну, тогда мне не надо говорить, что в Одессе все серьезные дела не обходятся без меня Такая у меня работа Я помогаю людям делать правильно И все меня благодаря, потому что я беру мало Я маленький человек, мне довольно пяти процентов Скажите, что это скромно Это скромно, господин Барский Так вот, Миша Я вчера смотрел, как вы работали казино Я вам скажу, как пожилой человек Такая работа Хамство и босяцкая глупость Это так и никак по-другому А если по случайности хозяин казино не отпустил бы Страшников на свадьбу дочки их старшов Что бы получилось в таком разе? А в таком разе получилось бы полную чепуху Началась бы больба И в этом бардаке положили бы кучу народа Так работать нельзя Послушайте, что я вам скажу Когда я вчера смотрел вашу работу, я подумал Да, Измир, это просто какие-то шелопаи Но потом я сказал Барский, у этого юноши есть стиль Ну, может, насчет матросов лишнее Потому что настоящий еврей не может вырежаться матросом Но, самое главное, есть хватка у этого юноши Поэтому я хочу сделать вам одно предложение Конечно, если вчера был не каприз И вы решили заняться делом серьезно Я собираюсь заняться делом серьезно Тогда я делаю вам предложение Поверьте, Барский предлагает услуги не последним людям Я обслуживаю только первый сорт Я принимаю ваше предложение Дальше Тогда вложите себе в уши две вещи, которые я вам скажу Вам нужны люди И чтоб вы не думали, что Барский шутит Я пришлю вам человека Это мой племянник Это юноша из приличной семьи, очень толковый Возьмете его до себя, и это будет вам гарантией, что Барский не шутит И последняя Миша Вы знаете, что может помешать вашей карьере? Что еще один артист в местной труппе будет лишний Потому что в Одессе все решает старый Мендель Герш Поэтому я вам рекомендую, пока еще прилично идите до Герша Господин Барский У меня свой интерес Плыви, 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 плыви Давай сюда Да Хорошо Пальчик, а ты у Пинца про булемет спрашивал Спрашивал? Ну? У него нема Точно? Слушай, ну сейчас он прибудет, можешь сам у него спросить Что, у тебя языка нет? А что, кстати, буцис? Он говорил, что у него есть один Да ты шо? Но только не гожий Но отдать обещал, со скидкой Вот он мудрый, а на кой он не гожий? Дизя Его ж починить можно, а выйдет дешевше Понимаешь? Ну шо, берем? Да можно Нехай будет Японец, я к вам Меня Парский прислал Меня Костя зовут Гимназист? Реалист Бывший Ну и шо ты умеешь, гимназист? Миш, нам такое нужно? Что нужно? Стрелять умеешь? Можно? А-а-а! Э! Готюка! Я за нее пятнадцать рублев отдал! Ты понял? Ну ты видел, шесть дырок! Да ну шесть Я говорю Убил меня Извини-ка Ну, слушай, ты тебя так назабатывался. Да у нас в Екатеринославе отряд самообороны от погромщиков. Ну, я там, я вообще оружие люблю. Пистолеты, пулеметы. Ну, шо, майорчик, берем, годится. Пошли, пошли. Извини, извини. Я твою кепку возил. Слушай, не надо нам пулеметы. Ой, визмен. На, ешь. Хоть бы раз дома заночевал, ну, живет неизвестно где. Как будто у него дома нет. Где ты живешь? У мадам Басси в заветении живет. Что? У мадам Басси? Там же живут девочки. Хочет ржать. Ты ж, ходишь за девочек? Да не, мама. То мэрика шутит. Мэрика шутит. А тогда где? С майорчиком мы живем на холостую ногу. А че на холостую? Ну, ты уже вполне пора жениться. Да не, мама. Мне не пора. Вон, мэрике пора. Ой, ой, она быстрее заходит в могил. Вон, вчера приходил человек. Тогда нет. Мамаша, ну, шо вы такое говорите? Ну, он же старый. Ой, а то ты новая. Да у него детей цельных три. Оно мне надо. Ну, шо? Три? Разве же ему четвертого. Какая разница? Какая разница? Я не хочу. Надо. Второе. Спасибо. Фира все, антракт. Хватит греть уши. Вы злитесь, Майки, котенок, что все ругают и гоняют вас. Вы знать хотите, чей новый ребенок? Ой, мы сейчас расскажем все за вас. Ваш папа знатный шмарозник, Сестрица ваша лазит под карман. Мамаша вам торгует на привозе, А родный братец шлема хулиган. Паня Бойся, яша, ты же знаешь наши порядки. У нас такие порядки нужно, чтобы все было прилично. Паня Бойся, ну, шо же вы не обижаете? Мы сами приличные люди. Ну, да я об этом-то и говорю. Рай, перестань жевать. Ну, что подумают о тебе молодые люди? Особенно такой красавчик. Ну, что вы смущаетесь? Дело житейское. Идите по комнатам. А что понадобится? Покричите, и Фроська вам все принесет. Ну? Это. Японец. Это Яшина симпатия. Он до нее уже месяц ходит. Выбери Райчку. Будет тебе только любовь. Я хочу эту. Пальчик уступишь? Да забирай. Шо ты лыбишься? Пойдем. Ваш дядя на большой дороге, А ваша тетя ходит умирать. А другий братец вам сидит во строге, Друга сестрица та и вовсе ла-ла-ла. Ваш дедушка был, а идиши колбасник, А ваша бабка банщицей была. И вы, котенок, сами безобразней, По вас давно соскучивши. По вас давно соскучивши. Правильно. Тюрьма! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Она тоже вскочила. Ну, ничего, спать надо. Ты куда спать? Не хочу. Ну, тогда я не буду. Ну, не спи. А ты теперь всегда меня вызывай. Хорошо. Что? И мадам скажи, чтоб ни до кого меня не допускала. Скажешь? Скажу. А то есть такие. Я же заведение самая хорошенькая. Да ты шо? А знаешь почему? Нет? Ну, откуда ж? Смотри. Вот. Видишь? Ну? Ну? Ну, рука. Рука. Ну, чего не рука? Жу не видел? А жу я должен был видеть. Запястье. Узенькое какое видел? У меня и ноги такие же. А от сладки. Видишь? Щиколоточка такая же узенькая. А это шо значит? А шо же это такое значит? Это значит, шлеск благородных. Ну, ща. Поедем кататься? Кататься? На море. Кто там? Дяденька. Не рыпайся. Сбирайся. Худой. Тудой. А кататься? Другим разом, Розочка. Зараз на катафалке прокатись. Руки застепни. Почтение, Ершин. Ну, зачем выдергивать человека с постели? Ершин, когда впереди работать, нужно хорошо бросить в топку. Ершин, при такой жизни нельзя без пригляду. Если без пригляду, выйдет чепуха. Когда кто тут собирается работать, надо хорошо знать, шо у него пет шапкой. Пан Мендель, я хочу прибиться до надежного берега. Тот, до кого я прибьюсь, будет в выигрыше. Тот, я не люблю беспокойных людей. От беспокойных людей один беспорядок. От меня не будет беспорядку. Попробуйте меня. Хорошо. Я попробую тебя. Я знаю. Может, из тебя выйдет долг. Я попробую тебя наепнули. Я попробую тебя наепнули. Лехай. 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 Красивый хлопчик. Лехай. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Майорчик Добавил субтитры DimaTorzok 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 Мазунтов! Мое почтение, Йовль Лазаревич Я извиняюсь Имею счастье поздравить вас с вашим днем рождения Это вам Миша Я бы что ты стоишь Немедленно тебе валирует в полицию Сурка, помолчи, успокойся, заткнись Миша, хотя мы с вами не знакомы Для меня такая радость увидеть вас в своем доме Может быть, вы поставите то, что вы там принесли И выпейте с нами Это, конечно, касается до всех ваших друзей Миша, я, конечно, извиняюсь Но эта бандура четыре пуды весит Ну и поставьте ее, живые держите Миша Вы всех заинтриговали, что в этом ящике Йовль Лазаревич Покорябните инструмент Костик, давай Я не понимаю Не понимаете? Костик Ну, людям непонятно Ну, расскажи, что это за машина Это машина Хайрама Максима Калибр семь шестьдесят два Скорость работы триста выстрелов в минуту О, как Пан Старчев, предеслеждаю эту штуку Если у вас дело Могли прийти и поговорили бы, как умные люди Так мы за дело поговорим Ну, чуть позже А сейчас мы поговорим за вашу совесть Господа и дамы Не, ну, как можно вот пить, кушать, когда трудящимся нечего покласть в тарелку? И это при том, что они свергли самодержавие, а вы? Нет А у меня сегодня день рождения И я опять вас поздравляю Ну, что мне передать трудящимся? Работаем Шо мы в тишину Сыхаешься Кошелек ты уже отобрал У вас же день рождения У вас же день рождения Ну, нельзя же так, ну, нельзя так, ну, каждый день одно и то Господин Кирилл, ну, вы ж видите, какое сейчас время Ну, лучше посидеть дома Благодарочки На здоровье Позвольте, молодой человек Изи, Изи Отдай доктору Маргуле своего хронометра Гинеколог такой же пролетарий, как и мой папаша А пролетарий мы не трогаем Я извиняю Господа и дамы Благодарю вас за вашу душевную щедрость Ваши скромные пожертвования пойдут в мозолистые руки молдаванки и пересы Ёвы, бабы Ну, вот Можем теперь поговорить все дело Как вы и советовали Ну, что, пойдемте в другое помещение, может? Ну, пойдемте Вы меня убили От работы впустую Вы меня хороните живым Месье, ну, не берите так близко к сердцу Это всего лишь деньги Визя, это таки деньги Вы меня убили, ну, что Ну, перестаньте уже, Ёвы Владимирович Ну, что, вы последний год работаете? Или что, люди перестали пить чай и сахар? Заперли всех, текать надо Ну, что, там много денег? Ёвы Владимирович Мы перерезали вам телефонный провод Так вы не подумайте посылать человека в полицию Это будет большая ошибка Да, чуть не забыл Вы не могли бы оказать мне услугу Мне к вам просьба Там в этой машинке оно что-то застряло изнутри Стрелять совсем невозможно Вы себе не представляете Так вы скажите своим слесарям на фабрике Да пусть они посмотрят опытной рукой А я буду отдельно благодарен А-а-а! О, блин! Я поздоровья извиняюсь Миша, это приказчик Гетнера Одень музыка, а? Музыку давай! Да ты что? Помогите. 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 Дурак. Миша, клянусь гробом своей матери, ты ляжешь рядом с ней. Миша! Бей кесер его в больницу, чтоб вы его зашили, как ноу. Он тут кто такой, чтоб тут гряпкать, а? Что? Ты в люльку встался? А я уже работал. Меня люди знают. Понял? Ты, сука! Яша, приберите. Придумайте как. Что ты стоишь? Забирай этого подставка. А что теперь люди будут говорить, что Миша японец пошел на мокрое? И главное, все это на пустом месте, Лева. Пулю в живот. Это как? И все это – прилюдия. А народу столько, что это что-то страшное. Ты опять с ним трюшься? А что нельзя? Еще раз вижу, что попробую. Понял? Бось, а ты че пристал? Я уже не маленький. Бось, а что какие-то проблемы с преступным элементом? Да, приказчики Гепнера. Молтаю, что кто-то взял у хозяина сейф. Да ты шо? Ну и шо и Гепнер? Гепнер молчит. А все. А шо ты так смотришь? Я здесь причем? Может, брешут приказчики? Да может и брешут, Миша. Но только Гепнер, с чего ты не поехал в завод? А даже на его доктора вызвали. А шо с ним? Припадок. Шо ты с сердцем. Да не, наверное, съел, а шо ты не то. Этот еще чудак шо пулю словил. Какой чудак? Приказчик Гепнеровский. Ужин обслуживал и пулю словил. Не слыхал? Иосиф. Я в больнице не убыл. Ну и шо он говорит? Ничего не говорит. Ну и все. Он умер. Как умер? Плохо умер. В муках. Плохо умер. Иосифа Перченко, Мадам Перчик, я принес вам деньги, мадам Перчик, как ваш Иосиф служил у меня в заводе, аж двенадцать лет. Вот деньги. Я кладу их вот сюда. А этого японца накажет Бог. Он накажет его, как не оказывал никому. Месье Гепкнер. Хулиганская морда. Бандит, чтоб земля тебя выбросила. Хорошенькую моду себе взял. Убивать живых людей. Да не машите руками, простудитесь. Взять песню. То я Миша. Ну, вот. Тетя Песь, если вам нужна моя жизнь, то вы можете получить ее. Но ошибаются все. Даже Бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песь. Но разве со стороны Бога не было ошибкой поселить евреев в России, где они мучаются, как в воду. И чем было бы хуже, если бы мы жили в Швейцарии, где чистые озера, гористый воздух и сплошные французы? Наши боятся все. Даже Бог. Я не убивал Осину. Я плачу за ним, как за родным братом. Какое нахальство! Какое выбиющее нахальство! Он еще вспоминает Бога! Стыд, месье Гетнер. В какой несгораемый шкаф спрятали вы свой стыд. Вы имели сердце дать матери нашего покойного Иосифа пятьдесят жалких карбованцев. Так, ну, позвольте. Позвольте. Вы же взяли у меня все, вы же все взяли. Все. Так, может, мы вернемся на завод, и я пощупаю, что у вас там осталось. Ну, и сто тысяч. Сто тысяч единовременно. И пенсию до конца ее дней, пусть она живет сто двадцать лет. И похороны по высшему разряду. И если вы имеете, что-то возразить, то пойдемте. Выйдем из этого помещения. ГИБЕН СДОКЕЕТ ГИБЕН СДОКЕЕТ ГИБЕН СДОКЕ Pelisk Господа евреи! Давай, отец Доку Евреи, высшее милосердие, истинная милость Это проводить покойного в последний путь Как сказали наши мудрецы Я имею сказать пару слов Ну, говорите Господа и дамы, я мало был знаком с покойным, но я скажу от сердца Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков Чем занимался он? Он пересчитывал чужие гроши Как он погиб? Он погиб по чужой глупости Так и так, есть люди, которые умеют пить водку И есть люди, которые не умеют пить водку, но пьют ее И вот первые, получают удовольствие от горя, от радости А вторые, страдают за тех, кто пьет водку, не умея ее пить Поэтому, господа и дамы После того, как мы помолимся за Иосифа Я прошу проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Сему матроса Этот пустой человек проводил Иосифа до Господа Бога И Бог посадит Иосифа возле себя А с Семой Он сам решит, как ему быть Семой матросом Король Ну, шо, пошли? Тьфу 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 Ну, а ты до хаты езжай. Куда езжай? А ты-ка? Да, иду как-нибудь. Да, скажи, я же, чтоб взял тебе гроши из Хомонцов и прошелся по Молдаванке, раздал гроши людям С какой-то радостью Пусть пройдет по самым голодранцам, до Кравченко пусть дойдет, Махорский Ну, ты сам знаешь до кого. Пусть скажешь, что деньги от Миши Японцев Миш, так я же думал, что ты вот эту вот за помощь трудящимся свестишься Миш, на кой нам гроши раздавать? Майорчик, когда людям нечего жрать, не надо труситься за добро Тем более, что оно чужое Сделай, и люди скажут тебе спасибо Отдай хлопцам А не жирно ему будет, Мендель У людей почин, нехай погуляют, как хотят Сидай Можешь работать А на шо он нам нужен? Герш, на шо нам такие сопляки? Ты можешь работать, я сказал А я сказал, на шо нам такие сопляки? Ну, и шо, шо он сработал Гепнера? Я бы сам его мог сработать У меня столько людей, сколько работы не будет Сейчас такие времена, шо всем хватит работать Нужно держаться от своей бронжи А я не знаю, на шо он нам нужен Ты не бренчи, акула Мендель сказал, шо может И шо, шо он сказал Может, он уже старый И не видит, где резон, а где пусто Может, общество не хочет того японца Цыган, тебе нужен тот японец Ты шо умный, акула Можешь работать Можешь работать, Герш Или общество не хочет? Цыган Он может работать, Герш Михай работает Хват Пусть работает Шо ты скажешь, акула Пусть работает Пусть не лезет на пересыпи Пусть не лезет на пересыпи Я не потерплю никого на пересыпи Ты слышишь, что я сказал, японец? Я услышал за пересыпи Пусть не лезет на пересыпи Пусть не лезет на пересыпи Не, это дело не надо Так а я пришел? И главное, он защипать научил? Да ладно Так Ласкова у меня портсигарь принял, я ее не заметил Да надо по соплям надавать Надо, ну, ничего Это я знаю, это его Савка учит Че Савка? Че Савка? Я этого Савку поймаю, я ему… Ну, надо и Савке просто надавать Да, обойчи Смотри Берочек, иди сюда Да иди, не бойся Ну, шо? Шо ты там хвастался, шо ты великий, щипач Вон, видишь, барышень? У той шо повыше, но темные волосы Можешь кошелек принять? Шутишь? Да ты можешь или нет? Нужно раз Ну, давай В Фан-Коне все столики займут Не займут Тем более еще нужно зайти и купить папе, и потом и саксоз Ну, Циля, ну давай потом зайдем, а? Софа, ну не конюч Ну, Циль, ну, правда займут Нам туда Ну, давай, давай, давай Какое красивое платье Какое платье красивое, хочешь ты кое? Опа! Ты смотри, какой шустрый шкейк! Ой, дяденька, пустили, пожалуйста Какой я тебе дяденька? Ну, иди отсюда Разрешите вернуть? Спасибо большое Ну, нельзя ж так, барышни, тут кругом работают кармани Да я даже не знаю, как он вытащит Имею представиться, Михаил Винницкий Очень, очень приятно, Циля А это моя сестряна Слофочка Очень приятно Мне тоже Так если вы гуляете, мы с вами А то кто-нибудь еще у вас чего-нибудь украдет Не, не знаю, просто мы за покупками на самом деле И в кафе В кафе, так и мы тоже до бульвара покушать пиро Да? Разрешите представить, Лев Майский, репортер Очень приятно, Циля Лев А вы в газете работаете? Временно Я вообще пишу Прозу Ой, как интересно, Циля Пойдем на бульвар пирожных покушаем Да я извиняюсь, вы сами как безе Ну так шо, вы не согласны? А? Господин Винницкий, а мы могли с вами где-то встречаться раньше, а? Да, Одесса такой город, здесь все когда-то виделись Пойдемте Пойдемте Циля, пойдем Пойдемте Я извиняю, вы обожжите меня здесь минуту Лева, не дай барышням скучать, а я быстро А вы про что пишете? Эээ, ну, как про разное А про любовь? Софа Илья Что, ну и про любовь тоже А вы в журналах печатаетесь? Ну, я, я посылал, в разные И что? И ничто Миша Молодой человек, возьмите каштаны Это вам Ой, какая красивая Циля, посмотри, какая прелесть Посмотри, посмотри, как… Ой, часики Это что, мне? Это что, мне? Вам Софочка, немедленно верни все Михаилу Софочка, даже не думайте, это от чистого сердца Господин Пенецкий, извините, но мы не можем принять такой дорогой подарок От чего? Это неприлично Я вас умоляю Давайте доедем до бульвара, попьем сельтерский с пирожными И я вас уговорю, что в этом нет ничего такого Ой, Циля, пойдем Пойдем Ой, подайте мне куфалову Спасибо Какая шляпка Очень смешно Спасибо Что желаете, имеются дивные профитроли, эклерчики, это что-то удивительное Ликер Шеридан, ликер Куантро, шампанское, конечно, с завода князя Голицына Клико, опять-таки, настоящее, вчера с парохода Ну, ну, я умоляю, не стесняйтесь Да и ты не жмись, гроши есть Я на минуту Миша, я с тобой Неси все же это там, скажите Извините Циль, ну что, тебе нравятся часики, а? Прекрати ты с этими часиками, неудобно уже Здравствуйте, Софочка О, здрасьте Да Добрый день Да Какой шикарный кавалер Да А папа знает, что тот за вами ухаживает А почему вы спрашиваете? Ну, такой кавалер, не фунтезема? Какой такой? Вы что, не знаете? Нет, не знаю. Это же Миша. Миша. Это же Миша Япончик. Пошли. Пошли, подожди, они сейчас вернутся. Пошли, я сказала. Извините, но ума. Соломаловича, куклу и часики оставь. Циля! Слушай, что я говорю. До свидания. Извините, еще раз отстань. А, да, барышни удалились. Видно, дела какие-то. Даже не покушали. Слушай, ты не умничай, а. Надоелый Миша. Я знаю, что я говорю. Миша. Знает он. Да я же еще помню ее молодым бегал. В тюрьме и везде она даже снилась мне. Миша, я, конечно, понимаю, но она же ж это… Что? Она же никогда с налетчиком. Да? Ну? Ну, только оно смотря с каким налетчиком. Миша. Да, месье Жемюрский. У меня к вам дело очень деликатного свойства. Так. Я по поводу вашего визита. Ведь оно было же не последним. Ну, не знаю. Может зайду на днях. Да, я так и думал. Я буду говорить напрямую. Дело в том, что у меня супруга. Она молодая. У нее сердце. И когда в дом вваливаются среди ночи неожиданно такие люди, как вы, я хотел сказать, такие симпатичные люди, как вы и ваши друзья, она нервничает. И я опасываюсь. За что вы опасываете? Миша, я опасываюсь за нее. И поэтому я готов вам дать небольшую сумму вперед. Вперед? Вперед, Миша. Вперед. Ну, чтобы вам больше не тревожиться. А ей не колотиться всю ночь в истерике. Я даже готов делать некоторые взносы впредь. Чтобы вам не беспокоиться. Вперед. Вперед. Хорошо. Хорошо. Да. Миша. Пусть дождь идет, пусть солнце злится, Была б сена, чтоб прислониться. Когда здоров, можно счастье ждать. Один носок, одна калоша. В худом кармане два-три гроша. А когда здоров, можно счастье ждать! Дамы и господа, вы знаете, я редко плачу сгоем. А зачем? Но я часто плачу от чувств. Потому что такой я человек. Когда я вижу, как благородный юноша помогает несчастной матери покойного сына, я плачу. Когда я вижу, как этот юноша отдает на жизнь вдове, чтобы у ней было, что покласть дитям на ужин, так и я опять плачу. Я плачу. И я снимаю шляпу перед этим человеком. А сейчас мадмуазель Роза споет для этого благородного рицара то же самое, только на его родном языке. Делайте Роза. Майорчик, хорошо там письмо отнесли. Майорчик отнесли. Да. Да никак. Три дня уже. Обидно. Да может зря все это. Что? Ну, вот то, чтоб они сами платили. Ну, другое дело налет. Пришли, позабирали, все. Все понятно, все ясно. А то, чтоб они и сами гроши приносили, такого никогда не было. Этот Рухимовский думает, может, что кто-то шутит. Принесите мне пятьдесят тысяч. Майорчик, такого не было, так такое будет. Я им не мальчик, чтоб бегать по ним по ночам. Да и им спокойнее заплатил и дышит. Ну, Рухимовский то не ответил. А это он зря. Ну, раз он строит из себя Ротшильда, то пущай потом не плачет. Руки вверх. Руки вгуру. Только не стреляйте. Ты письмо получил? Письмо? Какое письмо? От японца. От японца. Ты шо, заик? Получил или нет? Да. А шо не ответил? Гроши приготовил? Я думал, что это шутка. Шутка. Кто ж так шутит? Только скажите, пятьдесят тысяч! За что? Да за то, чтоб тебя никто не трогал А теперь, заметь, тебе это все выйдет дороже Ну, шо вы встали? Работаем Цацки А еще и гроши Забирай Забирай Простите, но вы же писали Пятьдесят тысяч и все Так ты же не ответил Да, не ответил Значит, слушай меня, Рухимовский Будешь отслюнявливать каждый месяц по десять тысяч Как, как, как? Никак, по десять тысяч по-божески Десять тысяч по-божески? Десять тысяч каждый месяц? Когда нет никакой торговли Значит, буржуям своим передай, пусть я готовится Рухим Яковлевич, не провожайте, мы сами Понял Ой, рыбой начало это За что? За раз не идет Ты подавай Не идет Так ты подавай Да я подаю, не идет, за разом Сейчас брошу Чурбачок надо было поставить Чурбачка ему Пошло, пошло Ау Балк спал Чуть глаза не лопали Пошли Шплинта Встравлять Шплинта Встравлять Матя, иди, приготовь, что там есть. Руки уже не те. Шо это за новая мода брать с людей гроши? Да я так подумал. А пусть платят. И нам хорошо, и им спокойно. Но мы ж не полиция. Шо брать с людей боксишь? Пан Мендель, мы не полиция. Мы лучше. За нами порядок. А шо, как мальчикам бегать вот это каждую ночь и людям нервы трепать? Зачем? Легче договориться. Это если кто не согласный, тогда конечно. Раньше в Одессе такого не было. Я старый человек. Нет, ну может оно и хорошо. Может я не буду иметь против. Но надо послухать, шо скажет общество. Пан Мендель, общество будет довольное. Половина с того, что мы будем собирать, будет идти в общий котел. Ух ты! Слепые коза в побачен. Мотя, заховай куда-нибудь. Я понимаю, когда я плачу полиции. Я понимаю, когда я плачу таможне. Я понимаю, когда я платил жандармам. Ну, когда мой Боренька… Вляпался в эти сары. Будь они прокляты. Ну, с чего? С чего платить бандитам? Это невозможно, что такое. Мы жили без японцев. Да, нас грабили. Грабили. Еще как грабили. А кого не грабили. А теперь нужно платить заранее. Заранее. Нет, нет, нет. Мне это в голову, в голову не заходит. Так а вы платите, месье Рахимович. Они и не придут. Арон Израильевич, вам легко говорить. Он вас не трогает. Вы гинеколог. Да, не трогает. Этот японец — человек с принципами. Вот пока. Принципы. Месье Верманов, а вам присылали письмо от японца? Вы знаете, господа, нет. Нет. Вы знаете, я сам удивляюсь. Почему? Нет? Нет. А с меня он требует пятьдесят тысяч. Как будто я печатаю эти проклятые деньги. Домчик, подайте коньяку Шустровского и шоколадную. Месье Круль, а вы что молчите? К вам никаких писем не приходило? Приходило. И что? Двадцать тысяч. Пишут, что придет человек отдать ему. Двадцать тысяч. А с меня он требует пятьдесят. Ну, хватит, Север Иврахимовский. Не надо ровнять наши доходы. Японец знает, кто миллионщик, а кто… Ну, да. Так вы будете платить? Господа, только между нами. Мой свояк, капитан Родежки. Да, да, да. Служит в полиции. Так он говорит, что надо делать засаду. Вы смелый человек, месье Круль. Я японцу не дам ни копейки. Геспонд Родежки. Геспонд Родежカит. Панепруль, панепруль Я вас слушаю Вай честь, что рекомендоватость, прапорщик Корсакова и капитан Розьевского Обожди, мы сейчас откроем Лунин Брониславович, наказав проинструктувати вас насчет засады Милости прошу Ну разве так можно, а? Хозяину ломбарда нельзя быть таким доверчивым Месье Пруль Месье Пруль Ой, яша Костя, оставьте эти мансы, месье Ну зачем эти церемонии между нами евреи? Ну если б я держал вас за идиота, я бы и писал вам как идиот Но я вас за такого не знаю, упаси Бог меня вас за такого знает Не, ну как вам не стыдно, а? Ну до вас пишут, как до приличного человека Уважаемый господин Пруль, извольте, позвольте, а вы побежали в полицию Миша, произошла чудовищная ошибка Да нет, главное выдумали какую-то засаду Я… Что? Я в шоке Не, ну я на первый раз, я закрываю глаза Но не дай Бог вам еще раз такое удумать Вы меня поняли? Я вас внимательно понял, Миша Можно? Можно Договорились, да? Договорились? Конечно Пешло? Пять тысяч каждый месяц Договорились? Всего доброго, Миша Я так разумею, что японец правильный хлопец Он все справно делает Денег взял хорошо, принес пользу обществу Наладил, чтоб его краю проценты торговые платили Надо, чтоб и другие платили С пересопи, лонжерона, фонтана Займешься? Как скажете Погоди, погоди, Герш, а чего он на пересопи? Пересопь мой край, я там всех обложу Будут платить, даже больше Пересопь твой край, но и гроши будет собирать японец Он сделает это так, что люди не обидятся Как хочешь, Герш, а я не согласный, не согласный А я не пытаюсь, согласный ты чинить Гроши будет собирать японец Лэхай Лэхай Ну шо встали, как бараны Шо, шо Пойдем Шо, бартуга, шо, шо случилось? Япония скоро на пересопи целится, сучонок Шо, я не понял, как? Дай Как так? А вот так А Герш ему в рот глядит Ну ничего Не с такими мерились, не таких в крови купали Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Нет, Ваня, а ну шо оно мне надо все, а? Ну, у вас своя бронжа, у меня свои дела Я же говорил, политика — это мина Да при чем тут политика? Я же тебе говорю, экс-рапри… эксы Нам деньги нужны! Ну, ты же все равно это как… Что все равно? Крапишь! Ра, пойди погуляй Ну, и ты бы мог нам помочь, революции помочь А мне какая с этого польза, чудак? Я и без вас справляюсь Вот это ты зря У нас свои люди повсюду Мы иной раз такое знаем, чего никто не знает Мы и акулу навели на хорошие деньги Так он, сволочь, обнаглел В общем, комитет решил работать с тобой Соглашайся, ну ты пойми, что власть все равно будет наша Ты-то этой власти будешь не чужой Да все, не приставай, я сказал нет, ну все Мишка, ну с акулой хоть поможешь? И шо там с акулой? Списать его требуется Вот тебе здрасте Комитет постановил Вчистую списать гада Он же нас предал, получается И знает всех до одного В общем, его решать надо Ну и решайте Я-то здесь с какого боку Ты ж говорил, что он и тебя, ну Ты его и… Ваня, запомни и своим скажи, что Миша японец на пустом месте мокрое не разводит Если там акула на меня гавкает, так шо ж мне его теперь резать? Миша Пойми, акула мне тоже поперек Только не так, шо бы стрелять Так шо с ним сами Понял? Понял Ой, я десамава Ой, вести тайер, вести гид Ой, я десамава Гвалтых бейт нордих Миша! Миша, скажи за меня майорчику, шо он делает, а? Как ты орешь? Ты почему не в люле, а? Та я на дело ходил На какое ты дело ходил, делец? А шо смешного? На такое, я слыхал, как они сговаривались и пошел за ними А майорчик увидел меня и погнал Ну, и правильно сделал, шо погнал А шо правильно? То правильно, я тебе сказал, не суйся Куда они пошли, я не пойду На греческую Ну, пойдем проводишь Все равно не спать Ты что? Ты что? Ты что? Ты что? Ты что? Ты что сказал? Иди до сейфа Ты что? Господа, до сейфа Я дам, я дам Я прошу, не делайте зла Давай, 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 бегица Миша, вы почему меня не дождались, а? Барский сказал, что дело срочное надо Папа, тут вверху Сыниджа Шикарный вид Уже? Да А что вы пустые? Тут такое, что… не знаю, что делать Изя, а ты куда меня притащил, а? Только шо? Миша, 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 тихо Ты где ж барский навел? Я-то при чем? Ты что, из-за дочки из-за его шули? Да ты… А что ты не мог сказать, что это дамерманом? Да я откуда знал, он мне сказал, что у греческого сирена Да отпусти! Давай, давай, давай Дорвайся Да я тебе говорю Да я откуда знал Он мне не сказал Дорвайся Он мне не сказал, мне сказал, что у него магазин Тихо, тихо, тихо Тихо, тихо, тихо Да крови, зараза Ты шо, сразу врывы? Ой, да ладно Да шо, ладно я тебе шо, пацан шули Извини Еще при этих Да я сказал, извини! Изя Ну шо, ты не мог спросить у барского, что мы идем до Аверманов? Изя За мной Изя Да-да, вы куда? Как куда? Помочь? Да шо ты там не будешь помогать, Леша? Сидите уже! Помощь мне Мишенька! Что? Руки А-а-а! Не скажу же вам он в барс! Не шумите вы, я к нему по такому делу, что он в раз поправится Ну как же он поправится, если ночью был налет? Месье Аверман, мое почтение До вас, пан хозяин Бог мой, вы опять Только не думайте бояться Я к вам по такому делу, что вы моментально обрадуетесь По какому делу? Давайте мы сядем, и вы сами все услышите Но я не одет Это мне не важно Так я сяду Пожалуйста, Феля, примите вещи Вы покушать идете Идите потом И там уже девочки Потом Все постынет Потом Месье Аверман, вы знаете кто я? Да, я знаю кто я, вы Моисей Винницкий И вы Миша Японец Все так Но может быть вы не слыхали за главное, что я не бросаюсь словами Так вот я хочу сказать, что я извиняюсь Но то, что было сегодня ночью, это была страшная ошибка Не дай Бог еще такую ночь Но жизнь идет дальше, месье Аверман Но вы согласны, что она идет дальше? Конечно Я согласен, она идет Так вот уже нет Она встала Да нет, для меня она встала Месье Аверман, отдайте за меня вашу дочь Что? Отдайте за меня вашу Цилю Да я не могу говорить хорошо Но я говорю прямо Я хочу жениться на вашей Циле Как жениться? По всем правилам Со всеми причиндалами В Бродской синагоге С гостями, с песнями Клянусь, это будет самая шикарная свадьба за всю Одессу Послушайте меня, месье Аверман Я молодой Но я уже начал И я пойду далеко У вас будет десять магазинов, месье Аверман Я уговорю ваших конкурентов, что торговля это не для них И прикрою их лавочки Ни один вор не будет ходить по вашей улице И зять Аверман У вас будет король Король А не какой-то сопляк Ну и шо вы за это скажете? Я не знаю, что вам сказать, Миша Вы отказываете мне Я не сказал нет Я не такой храбрый, Миша Чтобы говорить нет Но Я не говорю и да Да Так и каков ваш ответ? У меня его нет, Миша Откуда он может быть? Да Месье Аверман, я начинаю нервничать Я когда не понимаю, всегда нервничаю Миша Я вижу Вы благородный человек Так и я не хуже Идите к ней И спросите ее И если она скажет да, я не скажу нет Вы сумасшедшие? Как вы смеете такое говорить? Даже думать такое? А что я такого сказала? Папа, вы зачем его сюда впустили? Сыночка, как ты разговариваешь? Вы что, действительно думаете, что я буду замуж за бандита? Я не бандит Да? Как интересно Врываетесь ночью с оружием Папа чуть не умер, у него сердце Это было недоразумение Недоразумение? Как мило Вы что думаете, я вас не знаю? Я вас знаю! Я вас вспомнила Это вы, может быть, меня не помните, а я вас вспомнила Вы уже врывались в наш дом с револьвером Давно Но тогда вы были просто босяк А сейчас вы настоящий бандит Циля! Я сказал, я не бандит И вы имеете наглость думать? Вы смеете надеяться, что я выйду за вас? За Мишу-японца? А почему нет? Вы сумасшедший Значит, нет Так я скажу То, что вы тут окричали, то мне начхать и забыть Что? Что слышали? Месье Аверман, накапайте уже вашей дочке то, что у вас там в пузырьке, а на подоконнике Миша, я вас умоляю Главное, не берите это близко к сердцу Да это я вас умоляю, месье Аверман Я не беру к сердцу, если тут плевать на мое сердце А вам я скажу Поглядим Прощайте Адьо Миша Шляпа Миша Шляпа Миша Шляпа Шляпа Думает парень ночь напролет Тули девчонку в жены берет Можно влюбиться и ошибиться Ах, если правду знать наперед Шляпа 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 Имеет до дочери Айдермана маяжный интерес. Откуда? Когда я знаю, что за ней ухаживает сын Ароны Лернера. Это не в обиду Миши, но Лернер это не плохая партия. Лев Якович, забудьте, сейчас не об том. Это легко вам сказать, забудьте. А я ночью не спал, когда знал твою душераздирающую неприятность. С Барским просто такого не было, вы понимаете, что это такое? Да перестаньте квахтать. Извините. Кумбала, кумбала, кумбалалайка, кумбала, кумбалалайка, Шмирбалалайка, кумбалалайка, шмирбалалайка, кумбалалайка, Штей табоке, штей тум твах, твах, тум твах, таганцы нах. Бэймен цунеймен, ну не фашеймен, бэймен цунеймен, ну не фашеймен. Послушай, девчонка, ты мне ответь, что может вечно, вечно гореть, Что без дождя растет и мороз, что может плакать, плакать без слез. Тумбала, тумбала, кумбалалайка, тумбала, кумбалалайка, шмирбалалайка, шмирбалалайка. Тумбалалайка, шмирбалалайка. Принеси рюмашку. Майорчик, да сядь ты, да что ты прыгаешь как мальчик. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Изи. Ну, ты пойми, мне этот сюрприз с Саверманом У меня же нервы А что ты делаешь такую морду, как будто я тебя ударил Ну, хорошо, ударь меня Ударь, прям тут при всех Хочешь, я сам сейчас ударюсь Шо ты придуриваешься Ну, извинись Ну, правда Да ладно Проехали Я понимаю, шо ты главный, шо ты король То, конечно, мы с тобой друзья, а не так «Здрасте, до свидания» Ты… Ты помни об этом? Не, Мальчик, ты мне не друг Ты мне брат «Балалаика» «Спей балалаика» «Балалаика» «Спей балалаика» Ну, шо, Гриня, повидался? – Илья Давай, бикицар Так он мне имел сказать, шо японец на Пармановский лабаз нацелился И шо? Сегодня ночью буду брать Я шабера до уголовки послал А этот гнус шо японца сдал? Да Ну, шо, грошей хочет? Да я шо-то не понял, грошей ему вроде бы не надо Может, у него японца какой-то интерес Я шо-то не понял Ладно, будем поглядеть Пошли Мадамночка, купите рыбу, где же рыба? Дары, мадам, мадамночка, стой, сюда же Ну, шо, папаша, показывайте Вот тут все покладено Вижу Во! Ты видишь? Ты смотри, Саржевый Данигаль в Сарландии Папаша б за такое давился бы А кто ваш папа Яша? Костя, ну ты даешь, ты шо, не слыхал за такого закройщика Матвея Пальчика? Ты шо? Яша, не имейте привычку болтать на работе Выносите Яша, не устраивайте беспорядки Спокойно, не дергайтесь Ося, а ты как тут Руки Руки Ну Ну и шо дальше? А дальше все Выходите, кидаете стволы на землю и едем в тюрьму Такую тюрьму Тут все оцеплено Так шо без дураков А если нет? Я тебя предупреждал, шо выстрелю Ну шо, пойдемте Стоять! Яша Забери этих и пойдите подышите А драконы твои там не постреляют над? Там никого Я один Пиндос Ну шо встали, идите погуляйте Яша, положите этот хлам на место Ну, ты даешь, Ося Сейчас уйдешь В другой раз не отпущу Так в другой раз я уже не попадусь А с откуда узнал? От акулы напели Из чего это он тебя так не любит? А акулы с откуда узнал? Думай Думай Он думал, шо никто не узнает Разнал за лабаз и послал кого-то со своих до оси По-тихому Вот откуда, а? Кто с наших спелся с акулы? Где вы? А если б Ося на принца пошел? Он же ж такой, шо может Против нас не может Да ладно, дело не в оси С акулой надо кончать Да ладно Говорили же мне умные люди А я кабенился Кто говорил? Да не важно Я ему сразу поперек горла стал Так шо разом нам в Одессе не жить Я ее желаю! Не верю нас! Паня Баса не велела! Что значит не верю нас? Слышишь ты шлемазов, а? Паня Баса не верю Такую красоту, что ты будешь рад Леня! Слушаюсь Проводи его до Кати Прошу вас Ну, я желаю росу Он просто не знает нашей Кати Идите, она мечтала с вами познакомиться С мной? Да, да Иди Что это? Господи О, Миша Как можно Чтобы такие молодые, славные люди и так собачивались Гриня Пойдем наверх Пойдем Там Катя по тебе скучает Пойдем Там пусть сдохнет ваша Катя Ну, зачем? Ну, зачем? Извиняйте, я понял Вот дуракон Я вот думаю, может и правда стоило его Для почину А потом и его брата Ильо, что вы так бойкаете? Я ж вздрогну Миша Ну, а шо вы такой дергали? А вы шо улыбитесь? Ну, бугали артисты Мы не извиняемся, мы не специально Простите Миша, что за идиотский розыгрыш Ну, я, у меня нервы, Миша Ле, тут такое дело Позарезу нужны вы и ваш талант Что? Тут был подалеку Журет барышка Который я дергал Солнце догорает Наступает Наступает вечер А кругом зеленая весна Вечер обещает Радостную встречу Радостную встречу У окна Не сдувай вставать Циля, я хочу посмотреть, кто там Ну, надо я сказать Циля Выключи свет Ай! Не подходи к окну Сопа, отойди от окна Сопа, отойди от окна Циля! Циля! Ну, ты что, так и не выглянишь? Даже не подумала А я не выглянула Дрогнет занавеска Глянет из окошка Милая, хорошая моя Господи, какая пошлость Да почему пошлость? Очень даже романтично Ну, вот и выглядывай, Софочка Да вот и выглядывай, Цилечка Папа! Папа! Ну, сделайте уж что-нибудь От людей неудобно Послушайте, Миша, мне кажется, это не годится Твой номер шестнадцать Миша, я серьезно Это дешевый фокус Здесь нужно что-нибудь такое Теплое Я тебя прошу, не мельтеши Или я имею чувство к девушке, или девушка меня не стоит Ты лучше скажи, как будет любовь по-французски Жетем Жетем Прошу прощения Ей Я прошу прощения. Лайзер и чудо, Миша, ну, почти нет О, месье Аверман, а шо ваша дочка еще не спит? Она не спит. И она стала такая умная, что чересчур И она не уважает своих родителей. Ну, это пустяки, Миша Главное, Миша, что она не уважает вас и ваших благородных намерений А шо она говорит? Мне так неудобно Миши, что она говорит Она говорит, чтобы вы перестали иметь к ней интерес Извините. Это так по-детски, Миша. Она еще любила Ладно Шикарный вид Месье Аверман, а вам везет на цветы в последнее время Маэстро, прекращайте шуметь. Кругом люди спят А вот мне интересно. А кого хочет ваша дочь? Она хочет графа Так вы ей передайте, шо граф этой семечке, когда до нее просится король Люди, шо вы там стоите? Поехали уже Мое почтение Мое почтение, Миша Поехали Щас вы будете смеяться Сегодня утром до моей мамы пришли двое Офицеры Ну, такие молодые, красивые, дезунтеры Мало того, они пришли не одни, они пришли с пулеметом Говорят Мадам Лавандовская Красные под Одессой Мы устанавливаем у вас в окне эту машинку И как вы думаете, шо сделала моя мама? Моя мама их подгинала Как так? А шо скажут соседи? Ривочка не замуж же А у нее в окне строчат какие-то незнакомые мужчины Не бывать Везьми Мастер А! Да, да, да Хора 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 Ай, ай, бери-бери-бим пом Ай, ай, бери-бери-бери-б perば... Ай, 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 ай-яй, бери-би-би-бер... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да пригнись ты, босс, обдушу мать! Да вы что такие? Да мы здешние Вот он садик Маячика, сколько у нас гранат? Да не возьмешь тут гранатой! Не достать! Изя, покажи флоту, кто у нас тут на хозяйстве Из-за мальчика, а? Ну, хватит болить! Береги патроны! Майорчик не стойка Ну вот! Вперед! Давай-давай-давай-давай! Эй, Миша! Эй, хорош там валяться! Миша, Миша, отсюда шикарный вид! Чисто с работы! Ну, солидная фирма! Миша! Дымченко! Алмаз! Спасибо, товарищ! Миша, Миша, смотри, что я нашел! Что там? О-о-о! Яша! Ай! Ты посмотри, это же моя история! Да ну! Миша, Миша, и политический! И фотографии! Ты смотри, красив, как бог! Не то слово! Ну, давай-ка я пойду мамашку покажу! Эй! Что такое? Что ты маму расстраивать будешь? Отрекемся от старого мира! Давай! А ну! В одну шеренку сплыви! Так, смеюся! Оп! Здесь нам поаккуратнее! Ну, шо, Вася, прикрыли твою лавочку! На! Отпусти ее! Кого? Этих? Ну, шо, дядя Баев? Ладно! Басоты! Причипайте господ офицеров! Нехай себе шлепают до дома! Че мы стоим? До свидания! Целоваться не будем! Ось! Божди! Ну, и шо будешь теперь делать? Спать! Тоже дело! А может, до меня пойдет? Это вред! Да это я так спросил! Значит, вы думаете, надо ехать? Я думаю, обождать! Ну, как обождать? Как обождать? Они же сказали, что они все будут реквизировать! Они уже приходили! И как? Как? Забрали все! Все, что смогли унести! Ну, вы думаете, надо оставаться? И они долго не будут! Я думаю, что они будут! Но я думаю, что они будут не долго! Ну, все, Гекнер, так мне хватит и недолго! На Пруле не надо много времени! Пришли, забрали, убили, это надо долго! Значит, вы думаете, все же надо ехать? Эх, отстаньте! Я сам сломал голову! Ехать, не ехать! Я думаю, надо не ехать! Я думаю, надо посмотреть! Хотя, смотреть на такое никакого удовольствия! Не забудьте! Господа! Господа! Где острый? Договоритесь быстрее! Жди, жди! Миша! Миша! Я извиняюсь за беспокойство, я на минутку! Тут… Что это, Миша? Это, ну так, знаете, немного покушать! Такое время сейчас, что лишним не будет! Циля! Опять вы? Папа, а что здесь происходит? Цилечка, это Миша! Миша привез продукты! Что? Что это? Это? Курочка! Хорошая курочка, жирная! А зачем вы это все принесли? Возьмите это все и уходите! Мадемуазель Циля! Цилечка, милая, я умоляю тебя… Папа, вы что не понимаете, что это все награбленное? Ты что ж такое-то, а? Циля, как тебе не стыдно? Мне стыдно? Это ему должно быть стыдно! Это вам должно быть стыдно! Люди в городе голодают, а вы грабите голодных! Я? Скажите, не так! А с чего вы это взяли-то? А откуда это все? Это? Припасы! Припасы? Да! Вот возьмите эти припасы и идите! Знаете что? Если вы хотите орать, то хоть заоритесь! Ясно? Что? Что слышали? Если я принес вам покушать, то это не значит, что я взял это у голодных! А если вам оно не нужно, то можете хоть выкинуть! Или отдайте кому-нибудь! И жрите одну мамалыгу! Сколько хотите! Пошли! Ты не обязана выходить за него замуж! Могла бы хотя бы сказать спасибо! Папа! Передайте вашей истеричной дочке, что я не имею желания больше ее беспокоить! А если она волнуется за голодных, то пусть не волнуется! Голодных мы накормим! Мишенька! Мишенька! Не перейти к сердцу! Я вас умоляю! Спасибо вам огромное, Мишенька! Граждане революционной молдаванки! В то время, когда всем плевать на то, что трудовой народ не имеет пожрать, Мишенька! 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 Мне наплевать! Да! Поэтому! Поэтому! Выпивайте! И закусывайте! Дай Бог здоровый! Лыхайте! И не хавайте запасы лишнего! И имейте соль! А то у вас тут до черта колбасы всего два пуда и то ест! Да! Да! Ты смотри, как они набросились, майор! Латают, как чай! Что, дядь Саня? Что? Сала на столах немало, дядь Саня? Да, дядь Саня, ну какое сало? Откуда оно будет сало? Ну, а что? Ну, что, что? Где евреи, а где сало? Ешь, давай, ковбасовичек и сведнем! Лоб еще даю! Я тебе скажу! А, лыхал! Дай Бог здоровый! О, герой! Дай Бог тому, кто заслужил перед Богом такого! Ида! А то я не заслужил! Или мой мэр не заслужил перед Богом! Не, ну мадам глупая! Ну чего я хочу? Чтобы мой мой сын служил где-нибудь в лавке! Был достойным человеком! Ну, когда все рады, что он бандит! Ну, так нахай будет уже бандитом! Мэр Геништин! Шо Геништин! Вечно Геништин! Замолчи, свой рот! Не борьте у тебя праздник! Эрч! Что, совсем очумел, а? А шо такое? Я тебе дам шо такое поставить в бокал! Так то ж мадар, она ж не гребкая! Мэрчик, дай ему взлоп, а? Ну! Открывай! Не беру! Шо Геништин! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok КОНЕЦ 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 Ешь… Пальчик, да ты шо, не слышишь? Слышишь? Почему один на земле? Нет. Что, нельзя было постелить? Нехорошо так Миша, они на молдаванку идут На молдаванку идут Нехай, идут на молдаванку А ну, стой! Глянь, чудо хоронят! Степа, Степа, ща начнется Стей ты, неводайся Да я понимаю, только я не понимаю, шо мы-то тут делаем И где мы, и где жиды Они не жиды А кто? Наши Давай вытрусим этого ображу из ящика Открой за мной, браты Ну шо, гниды, поздоровкаемся А шо там, женщина? Да не дрей в гимназию, я ж только причесать Спасибо дорогому покойному! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Яша, скажи Натану, чтоб отвез инвентарь до лейтера Ему сегодня двоих хоронить Миш, Миш, беда! Там до Аверманов идут За мной! Быстро! Стоять! Миша Миша, аверманов, где девочка? Там! Миша! Миша А сейчас, Миша, аверманов А-а-а! 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 А-а-а-а! Давай! Миша, давай! Мама! 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 Целенька. 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 Целень КОНЕЦ Господа офицеры, господин генерал-губернатор Гришин Алмазов. Ваше высокопревосходительство, честь имею представиться, начальник одесского гарнизона, полковник Гриневич. Ваше высокопревосходительство, имею честь представиться, начальник полиции, полковник Геловадник. Господа, прошу следовать за мной. Господа офицеры! Докладывайте, господа. Господин генерал-губернатор, осмелюсь доложить. Город полностью под контролем войск добровольческой армии. Последние очаги сопротивления подавлены. Благодарю вас. Мне это известно. Также мне известно, что в городе прошли погромы. Это недопустимо, господа. Ваше высокопревосходительство, народ в праведном гневе. Войска не в силах противостоять. Я повторяю, это недопустимо. И мне странно, что вы этого не понимаете, господин полковник. Виноват, но… Мы законная власть. Озлоблять население – это преступная глупость. Погромы пресекать. Вплоть до применения оружия. Слушаюсь. Вы свободны, господа. По аппарату. Черт знает что. Так точно. Алексей Николаевич, сообщает адмирал Данцель. Эскадра союзников встала на одесском рейде. Хорошо. Вы думаете, это я живу в Одессе? А так и нет. Это она живет во мне. Это же не город. Это же апельсин. Сегодня утром я делал променад. Так я вам так скажу. Это уже не Одесса. Это лучше, чем Одесса. Это уже Марсель. Это Париж. Это Монте-Карло. Йоперный Тиано. На бульваре все только ходят, кушают и говорят только по-французски. Так я вам скажу. Не просто так. Я скажу, как вы знаете, с душой. Мерси вам, месье союзники. Либерте, эгалите, круторните. Что означает? Выбивайте и закусывайте от вольной масти. И делайте, девочки. Ворвался в порт французский теплохой. В сиянии своих прожекторов. И свой подкинул борт. Зашли гурбою в порт. Четырнадцать французских моряков. Идут сундулица по темным улицам. И клёши новые ласкают брызг. Они идут туда, где можно без труда найти себе женщин и вина. Где пиво пенится, где пить не ленятся. Где юбки узкие трещат по швам. Войми без душей. Отчаянные чудаки. Здравствуйте. Сидайте. Наши, Ваня, как там революция? Уже скоро или еще подождем? Это все ненадолго. Месяц. Может, меньше. Ага. Давай два пива. А вы-то теперь как? В подполье. Ты же знаешь, нам не привыкать. Знакомьтесь, товарищ Фельдер. Саша. Майорчик. Миша, вы не просто так пришли. Разговоры есть. Ну? Товарищ Винницкий, комитет готовит вас стать. Нужно оружие. Очень много оружия. Ну? А я-то еще могу. Я ж сам, как последний голодранец. Миша, французы завезли в город много оружия. Вы знаете, как его достать? Ну и что? Вы можете помочь. Да с откуда вы? Миша. Товарищи, давайте лучше пиво. А то затеете свою революцию, а потом не знаю, будет пиво или как. Миша. Еще и гранаты. Но выдаёте. Ну, хватит дурака валять. Миша, давайте говорить серьезно. Вы же помогали нам брать власть в городе. Ну? И надо дальше быть вместе. Классова, вы близки пролетариату. Сами из бедноты, так? Ну? Так и помогите нам скинуть власть помещиков и генералов. Ну, хорошо. Сколько? Что? Ну, сколько за оружие? Миш, а вам не стыдно наживаться на революцию? Софья полна. Не-не-не. Не стыдно. Я же не идейный. Я по коммерческой части. Сколько? Ну, честно говоря, я думал… Денег у нас немного. Правда, скоро должен приехать один человек, а? И вот… Ясно. Он… Если нету в доме денег, привяжите к заду веник, привяжите и метите. Наметете, приходите. Общий привет. Ясно. Смотрите, какой нарядный. Все-таки умеют они фасон держать, а? Не то, что наши хлопцы. Чистый генерал. Капитан. Да? А так и не скажешь. Капитан Девиль. Начальник арсенала. А они же на карантинном арсенал устроили. Да ты шо? Да. Два дня ящики тягали. Еще много на тягали. Шнадцать под вод, говорят. Хлопцы, говорят, ящики вроде с под винтовок. А эти малоимущие у нас за оружие интересовались. А тут такое добро пропадает аж завидно. Костик, а ты же у нас француз настоящий. Капитан. 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 О, да. шей GS. О Француз. Офранцуз. Мадемуся! 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 О, Дио! Константин! Знаю, знаю, знаю! Мадемуся! Он говорит, что пора в номера! На здоровье, здоровье! На здоровье, обычай, обычай! На здоровье, на здоровье! На здоровье, 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 здоровье, здоровье! Костик, а как будет любовь по-французски? ЖТМ, Раечка. ЖТМ. Черт знает что, господа. Полковник Дюшан тут же доложил генерал-губернатору и он в бешенстве. Шестнадцать ящиков пехотных винтовок Лебеля. Патроны. Эль, ну, я чувствовал себя мальчишкой, господа. Есть основания полагать, что все это оружие ушло в бандитское подполье. Большевицкое. Молчать! Фельдпассаж. Фельдпассаж. Вот родненький. Здравствуйте. Ой, Фельдшов. Вот родненький. Вот спаситель наш родненький. Ну, ладно. Ну, стол бы ей Бога. Ну, все. Я извиняюсь, это здесь лазарет? Миша, и вы еще шутите. Как вы проходите? Целяр. Как вы? Больно? Ой, да ничего и не больно. В этом мой сгуба. У нее вообще голову разбили. Софочка. Ой, знаете, как больно? Больно? Миша, а вы того бандита убили? Софа. Что вы такое говорите? Миша, Миша, я хотел поблагодарить вас. Миша, это был такой ужас. Мой Бог, когда бы не вы, Миша… Месь Яверман, я вас умоляю. Ну, забудьте за эту чепуху, как за страшный сок. А как вы насчет прокатиться? Что? Куда прокатиться? На море. За одну голову вашу пошкрябанную ветерком продают. Одна ж польза. Да и погода такая, что просто шикарный вид. Ну. Ой, на море. Циля. На море. Циля. Лошадка, кушай цветочек. Кушай. Так она ж не голодная. Она ж с утра так порубала, что ее теперь не скоро кушат. Ой, лошадка. Лошадочка, кушай. Цветочек. Да все, я понимаю, что вы говорите. Вы думаете, взялся шалопайным на любовь. Я не считаю вас шалопаемым. Как же? Я ж бандит. Только я вам так скажу, что по мне лучше так, чем в лавке с кислой мордой сидеть, чужие гроши пересчитывать. Да и время сейчас такое. Какое? Веселое. И жизнь моя тоже. Веселая. Веселая. А то. Роман с приключениями. Лошадка. Лошадка кушает цветочек. Он же вкусный. Вкусный? Что ж вы ее молочаем-то кормите? Он же горки, не дай бог. Что? Что, горький? Попробуйте сами. Ой, правда горький? Софа. А где Миша и Циллик? Куда они делят? Папа. Да шо вы волнуетесь? Они вон у моря прогуливаются. Ой. Какая умилительная картина. Папа. 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 А я не забывал никогда. Как вы посмотрели на ее, как окошко открыли. Эти десять лет проклятых каждый день за вас думал. Каждую минуточку. Клянусь, думал, вернусь, все в жизни переменю. А потом приду до вас, и вы на меня посмотрите Но немного не вышло А раз не вышло, то шо ж теперь? Ладно, пойдемте, а то папаша ваш уже спекся Ну шо ж вы делаете, вы ж ножки замочите Да ну и что? Ну как шо, мне ж придется нести вас Придется? А вы что, не донесете? Я то донесу, да вы брыкаться будете Да? Не знаю Моих другов дырка ин ха Ну шо можно уже нести? Конечно, только вы сначала догоните Что вы говорите? Вы дырка Я так тебя люблю Что зла не помяну Я все перетерплю Прощу Твою вину Я так тебя люблю Я так тебя люблю Что чувствую сама Что я схожу с ума Но я люблю Но я люблю Скопилась небольшая сумма И? Не сказать, что очень большая, но сумма приличная Так вы… Так я решил, что плохо, когда деньги валяются где попало Это вообще-то правильно, потому что деньги не должны лежать впустую Они должны лежать правильно Ну, времена такие паршивые, что в Одессе, для денег, приличных мест совсем не осталось Так и что вы предлагаете? В Константинополе есть пара-тройка мест Ну, куда можно покласть деньги, под довольно приличный процент Был бы очень вам благодарен Но это может сделать только один человек Кто? Мой бревянник Костик? Другой Ну, Бог не дал мне сына Зато дал сыновей моим сестрам Дотик Дотик, в городе его никто не знает Он как неделю приехал с Киева Я клянусь, это будет Ротшильд Ну, и что, может он? Ну, я скажу, что он может Только ему тоже надо помочь Сто тысяч Вы не обижайтесь Но я хочу, чтоб он уехал с этой страны Но, если вы дадите ему сто тысяч И поможете пропасть из Одессы Мы сделаем все, что вы просите Ну, мы ему поможем Весес 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 Наставили. Молодцы. Здесь как договорились? Это очень хорошо. Отходим. Через пять дней будем в Стамбуле. Ну? Прощай на весьма. Маме, напиши. Устроишься, сам напишем. Господа, хочу сообщить, что главнокомандующим на меня возложена обязанность навести в городе порядок. Я наслышан о бандах терроризирующих город? Или настолько серьезно? А с менялись доложить, ваше высокопревосходительство — это более чем серьезно. Это мне говорит начальник полиции? Так точно. Могу со всей ответственностью заявить, в Одессе более двадцати тысяч уголовного элемента. Бандитов, хорошо организованных, подчиняющихся своим главарям, осилить их силами полиции не представляется возможным. Что предлагаете? Я что предлагаю? Да вы! Виноват. Нужна войсковая операция. Невозможно. Вы в курсе положения на фронте? Так точно. Порядок будете наводить сами. Быстро и жестко. Вопросы? Есть. Что? Быстро и жестко. Вы свободны, господа. Ну, аппарата. Штабс-капитан Студзинский, слушай. Да. Есть. Черт знает что. Черт знает что. Ой, что это будет, Валя? Ой, Мойша. Ой, дети, ой, Мойша, шо ж мне такое горе на старости? Да, мам, ей плохо. Ой, такой стыд от людей, Мойша. Пришли, как мы, не зная кто, и устроили этот горвидор. Папу увозить, ой, Миша. А папа ж не схотел. Ты ж знаешь за его характер. Так он там у мордатого в зубы, а они ему руки заломали. И по голове кулаками. Ну, не думайте, мама. Галя, а где ты? Ты раньше не пришел вину, Савкино чувал. Не побили? Да эти же поганцы все повиннесли. И шубку, шо ты дал. И другую. Ту шикарную сиеки. И вазончик. Ну, на шо им этот вазончик? Да не переживайте вы так. Как же жить? Вазончик же красив. Ой, Миша, сделай шо не может. Не думайте, мама. Ни за меня, ни за папашу. Недолго ему в участках. Здрасьте, тетя Дома. Ну, шо мне твое здрасьте? Как люди теряют совесть, так здрасьте. Твоя работа? Ага, да. Это гелование. До меня даже не донесли. Видно, побоялись. Мэри, а ты хватит хлебать, лопни. Мэри… Мэри… Ну, я ж тебе говорю, это ненадолго, ммм. Почему это нам нельзя видеться? С какой-то стати? Цилечка, мне… Ну, я ж тебе говорю, это ненадолго. Тебе смешно? Да не, ну, какое смешно? Просто так надо. Почему? Ты можешь объяснить, почему? А люди что подумают? Был жених и пропал? Циля, да наплюй, да разотри. Не разговаривай, как босяк. Ты обещал. Я думала, мы поженимся и уедем. Циль. Циля. Обязательно поженимся. Я тут… Вот. Какой красивый, Ниша. У нас, ну, помолвка или как там? Спасибо. Мы с тобой поженимся и уедем за границу. Навсегда. Да. У папы есть деньги, он даст. Циля, ну, куда? Неважно. Во Франции. Миша. Извините, Миша, мне кажется, это до вас. Цилечка. Господа. Мне пардон за беспокойство, мадемуазель. Что вы себе позволяете? Это мой жених. – Жених? – Да. В таком случае, примите мои соболезнования. – Давай. – Да, давай. Ну, давай. В розовых чулочках, а талия в корсете В розовых чулочках Шикарный вид И опять дома Талия в корсете А где же ты, Маруся, с кем теперь гуляешь? Одного целуешь, а мими кусаешь Ма, Кота, гляди, какой нарядный фраер А что у вас душок такой? Наваристый, аж глаза режет Греетесь, да? К тому же веселый Шуткуешь? Кот, а ну, сомиси его пиджак Сдается он мне в пору А ты самая клевта шутишь? Кот, он не сомает А ты его потруси Мойша Папаша Папаша, да вы шикарно устроились Ты не гавкай, то самого японца старик Да я знаю Иди, иди сюда Я тебе сейчас лупцевать буду Папаша, ну, шо ж лупцевали Вот как мне лупцевали Папаша Паскудный киши, гнида Он нарожал на свою голову, бандюга Шо ж вы сразу драться-то, а? Да кто ваш папа? Папа убежал сюда, убежал, я сказал Да вы седайте А мы ведь как прознали, что то ваш папаша Так мы до него со всем уважением А вот кроватку вам приготовили Хорошую Покушать сообрази-ка на стол Ага, покушать Седайте, седайте Ох, ну какой старик, а? То ведь не старик, а одно счастье Вот, чайочек, горяченький Пожалуйста, покушать А шо мы встали? Ну-ка убежали, убежали все Давай, 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 чтобы меня не видел Ах, какой старик, а? И шо я вас такой влюбленный Уйди Я еще раз извиняюсь Угощайтесь, пожалуйста Вот А вальта А вот так А другого А вот так А вот так А мы шестим номером Ну-ка, мотя Да ну тебе, с тобой играть Ты шо? Мотя, шо таки Доброго здоровья, пан Мендель Мы до вас От японца До полковника ходили? Ходили Пан Мендель, а он не берет Надо столько дать, чтоб взял Ну, мы давали, он все равно не берет Свидайте Прошу прощения, дам передание Господин полковник Мы счастливы поздравить вас с японцем Наконец-то в Одессе настоящая власть Не то, что стыдно вспомнили Благодарю вас, господа Павла Благородия, а скажите, его случайно не выпустят? Не беспокойтесь, господа С ним поступят по закону военного времени А стреляй Молодец Прошу вас, среди нас дамы Николай Никефирович, генерал-губернатор, срочно Простите, Ольга Николаевна Служба Извините, господа Пардон Я скоро вернусь Аман Шерей Извините, господа Честь имею Газпедар? Газпедар? Ещё одного принимайте Место дай Че ты сказал? Я Котовский, слыхал? Григорий Иванович, какая встреча? А, японец? Да И ты здесь В дурни играйте Высывай На меня не сдавай, не буду Шестой раз в дурниках Хе-хе-хе Ай, да Ай, да Да ну тебя Когда полковник не берет, нужно зайти с другой масти СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...